А вы знали, что по ногтям можно заподозрить многие нарушения в организме? Здравствуйте, меня зовут Марина Жигульская, и на этом канале мы учимся избавляться от состояний, патологий и диагнозов при помощи нутрициологии. Сегодня говорим о том, как диагностировать свой организм по ногтям. Смотрите, ногти это часть нашего организма, которая точно так же, как и все другие органы, снабжается питательными веществами, витаминами, минералами, и на нее воздействуют все процессы, которые происходят в нашем организме. Поэтому ногти могут очень многое рассказать о здоровье всего организма. Первое это заусенцы вокруг ногтей, и это в первую очередь дефицит белка и жирорастворимых витаминов. Понятно, если у вас ситуативно возник там один заусенец в полгода, это не повод бить тревогу. Но если заусенцы возникают постоянно, и их становится 2, 3, 5 вокруг ногтей, то, конечно, тогда стоит заподозрить все эти дефицитные состояния. Слоящиеся ногти говорят нам о дефиците биотина. Биотин это витамин группы В, и пьется он только в комплексе с остальными витаминами. Это не значит, что вам надо бежать и срочно закупиться биотином. И надо иметь в виду, что на фоне приема биотина не надо сдавать никакие анализы. Надо закончить курс биотина и где-то через месяц только пойти сдавать какие-то анализы, потому что биотин сильно меняет всю картину по анализам. Еще одна категория проблемных ногтей это грибок на ногтях. И вот грибок на ногтях местно, локально лечить не имеет никакого смысла, потому что это множественные дефициты в организме, а также это желудочно-кишечный тракт, который вышел из строя вследствие того, что в нем начали избыточно разрастаться грибки. Почему? Потому что вполне возможно, что у вас не все хорошо с кислотностью желудка, у вас не все хорошо с желчооттоком, потому что именно желчь является лучшим сонатором кишечника. И, конечно же, множественные дефициты по белку, по витаминам группы В, по железу, по цинку здесь присутствуют однозначно. От ЖКТ зависят многие патологии в нашем организме, и большинство людей лечат эти патологии местно, локально, не системно. А начинать надо всегда с коррекции желудочно-кишечного тракта. И для того, чтобы понимать, как это сделать и как устроен наш желудочно-кишечный тракт, я решила подарить вам 4 бесплатных видео урок, забрать которые вы можете по ссылке в описании к этому видео. В этих уроках вы найдете информацию о том, с чего надо начинать для того, чтобы скорректировать работу желудочно-кишечного тракта, и как понять, что конкретно в вашем желудочно-кишечном тракте не работает адекватно. Есть еще такая проблема, как синеющие ногти. Либо вы можете, например, зажать свою ногтевую пластину и отпустить ее. Если в течение 2-3 секунд кровь возвращается, и ноготь перестает быть белым, значит у вас все в порядке. Если нет, и это больше 2-3 секунд, белесость вот эта продолжается, значит у вас гипоксия. Это проблема с нарушением кровообращения, и на это надо обращать внимание обязательно, потому что гипоксия задевает не только ваши ногти. Гипоксия это в принципе кислородное голодание, в том числе вашего мозга. Ногти, которые желтеют, говорят о нарушениях обмена белирубина, а это проблемы с желчным пузырем. Продольные полосы на ногтях говорят о том, что у вас недостаток белка, и это уже пошло дальше, и это уже затрагивает эндокринные органы и приводит к каким-то эндокринным нарушениям. И здесь мы опять возвращаемся к желудочно-кишечному тракту и к тому, как происходит всасывание в желудочно-кишечном тракте всех необходимых нам витаминов, микронутриентов и в том числе белка. Белые точки на ногтях, которые принято считать дефицитом цинка, говорят не только о дефиците цинка. Во-первых, это может быть чисто механическое нарушение, белая точка может возникнуть из-за механического воздействия какого-то. А также это дефициты кальция, цинка, йода, меди, белка в том числе. Ну и, пожалуй, такой неочевидный маркер, это лунулы на ваших ногтях. И мы можем прямо сейчас вместе с вами продиагностировать себя. Если у вас ногти не покрыты каким-то цветным гелем, то вы можете посмотреть на свои пальцы и увидеть у основания ногтя такую лунулу. В идеале она возникает у нас где-то в трехлетнем возрасте и должна занимать, ну как минимум, одну пятую часть ногтя, иногда одну третью, что очень хорошо. В аюрведе, например, вот эти лунулы обозначают течение ци, то есть течение энергии. И говорят о том, что в вашем организме достаточно ресурса. А за что у нас отвечает ресурс в организме? Правильно, витамин В12. И вот один из маркеров адекватного уровня витамина В12 как раз являются лунулы. Они должны быть на всех ногтях, но зачастую я вижу, что они есть на больших ногтях, чуть-чуть на указательном. И там уже по мере убывания на безымянном и мизинце нет вообще ничего. В12 опять возвращает нас к желудочно-кишечному тракту. Потому что для того, чтобы витамин В12 усвоился и не болтался в крови, а зашел работать в клетку, там, где он должен работать, для этого опять же надо, чтобы у вас был адекватный уровень соляной кислоты. Потому что именно там витамин В12 соединяется с фактором КАСЛа и активным уже заходит работать в кишечник. Всасывается там, ну и вот, собственно, дает вам энергию. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, о каких еще признаках своего организма вы хотели бы поговорить. Возможно, вас что-то беспокоит и вы хотели бы именно об этом, чтобы мы сняли следующий ролик. Неполадки и дефициты в нашем организме мы можем замечать даже по таким, казалось бы, несущественным признакам, как изменение состояния ногтей. Я хочу, чтобы вы оставались здоровыми и как можно лучше знали свой организм. Ставьте лайк этому видео, потому что для меня это очень важно. Обязательно подписывайтесь на наш канал. А с вами была Марина Жигульская. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok